Одну простую 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 Если у нас вообще молекул нет, то вещество отсутствует, то вектор по 0. И чем больше молекул, тем сильнее вещество на поле откликается. Но я сразу же скажу, что в нашем линейном, простейшем приближении D – это линейная функция электрического органа. И поэтому, если сейчас подставим наш первый результат для D, мы можем написать, что есть поляризуемость молекул на концентрацию, на электричество. В теории электричества так часто встречается произведение средней поляризуемости молекул на концентрацию, что для нее придумали специальное название и обозначение. Эту линейну обозначают буквы Хи и называют поляризуемостью вещества или диетрической восприимчивости. В общем случае Хи – это тоже молекул. Хотя в том случае, когда молекулы изотропны, или когда у нас есть обычная ориендационная поляризация вещества, то Хи – это просто число. Это произведение обозначено. Ну вот оказывается, что для вектора П можно доказать одну замечательную теоретку, которую я сейчас сформулирую. Утверждается, что дивергенция вектора П есть минус плотность тех зарядов макроскопических, которые навелись в веществе в результате поляризации диетрика. Это минус плотность поляризационных зарядов или связанных зарядов диетрика. Вот давайте попробуем эту теоретку доказать. Давайте рассмотрим объем этих веществ. Тут есть Х, там есть С, тут есть С. И, как всегда, рассмотрим ковыточку. Размеры от РХ до РХ плюс ДРХ. Также по РУ и от РЗ до РЗ плюс ДРЗ. Пока поля не было и вещество было неполинезобным, заряд внутри этой коробочки равнился нулю. Сколько у молекул было положительных зарядов, столько же стало 30. веществом. Но давайте сперва включим поле только в направлении Х. В результате молекулы превратятся в диполь. И молекула, которая была нейтральной, превратится вот в такой дипольчик. Здесь у нас выступит минус, здесь появится плюс. Но от того, что молекула, находящаяся внутри рассматриваемой коробочки, чуть-чуть растянулась и сместила свои заряды, в коробочке зарядов не прибавилось, не убавилось. Но это только в том случае, если молекула находилась далеко от границ коробочек. А вот если молекула находилась близко от границ, и в результате поляризации она деформируется и превратилась в диполь, то эта молекула выкинет свой положительный хвост из коробочки. Давайте посчитать, сколько же... Да, кстати, тогда в коробочке наведется отрицательный заряд. По закону, что они нет заряда. Если положительный хвост ушел, значит внутри оказался отрицательный заряд. Я хочу сейчас посчитать, какой отрицательный заряд возник в коробочке. Вот это результат. Минус, да это штрих. Штрих из-за того, что это не свободные заряды, а поляризация. Минус, потому что если плюс ушел, то остался заряд отрицательный. Так сколько же зарядов ушло через эту стену? Если я отойду от границы стенки на расстояние, равное деформации молекулы по оси Х на LX, то все молекулы, находящиеся в этом слое, выкинут свои положительные хвосты за стенки. Находящиеся дальше этого слоя, им уже не хватит своей длинной деформации, чтобы заряд вышел из рассматриваемой молекулы. Правильно? Чтобы найти заряд, который пришел. Надо взять заряд одной молекулы. И я напишу, что этот заряд в точке в районе RX плюс DRX. А что, здесь заряд может отличаться от заряда здесь? А запросто? У нас может быть химический состав, меняется от точки в точке. И у молекул просто при поляризации разные заряды. Тут так же 2, а тут на 3. Можно же такое сделать? Во-вторых, заряд надо умножить на число молекул в этом слое. Поэтому надо умножить на концентрацию молекул. N от RX плюс ΔRX. Опять-таки концентрация здесь, может быть отличная концентрация здесь. На объем этого слоя. А объем этого слоя – это величина деформации молекул. LX в точке RX плюс ΔRX. Ясно, что пружинки, удерживающие молекулы, которые растягиваются при поляризации, здесь и здесь могут быть разные. Например, это различие химического состава расы. А кроме того, здесь объем может оказаться больше или меньше, чем более здесь. Тогда молекулы растянутся на разные состояния. И на площадь этой крышки. А площадь этой крышки – ΔRY на ΔRZ. Это мы сосчитали, сколько заряда вышло, в результате чего найдется отрицательный заряд. Но посмотрите, при включении поля здесь заряды выходят, но здесь же молекулы тоже поляризуются. Если молекула находилась далеко от нашего кубика, то ей наплевать на эту молекулу. А если молекула находилась близко, то эта молекула бросит свои заряды в рассматриваемый объект. Поэтому, если выходящие заряды получить его не со знаком «плюс», а входящие, естественно, надо считать со знаком «минус». Это заряд точки RX. Мы уже с вами помним, что здесь и здесь химия может быть разной. на концентрацию молекулы в точке RX, на деформацию молекулы в точке RX, на ДРХ и ДФС. А теперь посмотрите, какая прелесть. Если я заряд умножим на деформацию молекул, я получу дипольную проекцию, х-проекцию дипольного момента. А если х-проекцию дипольного момента я умножу на концентрацию, то я получу х-проекцию вектор П. поэтому здесь стоит PX в точке RX плюс Q. А здесь стоит PX в точке RX. Ну, сами понимаете, надо было бы еще написать две пары слагаемых для молекул, которые просаживаются через эти две крышки и через верхнюю юную крышку. Там все получается так же, только X надо заменить на Y, Y на Z, Z на X. То есть два раза сделать цифрическую пристановку значков. Ну что ж, это уже почти победа. Осталось вспомнить, что заряд в этой коробочке это плотность доведенного заряда на объем коробочки. А здесь будет PX от RX плюс DRX минус PX в точке RX умноженное на дельта RX DRZ плюс еще остальные две пары слагаемых. Это практически полная и безоговорочная победа. Нам осталось поделить на DRX, DRX, DRZ и получить, что минус плотность заряда ДРX и DRZ сократились и получение превращения вектора PX по X в зеленое на смещение PX. А это не что иное, как частная производная дельта PX по DRX, но от оставшихся слагаемых, которые я не писал. естественно получится частная производная пара Y и частная производная пара Z. А когда у нас дифференцируется вектор по одноименной компоненте и все складывается в такие частные производные, мы с вами обозначаем это как дивергенция вектора P, а еще удобнее описать, что это есть скалярное произведение на блок на P, которое оказывается равным минус тро. Итак, дивергенция P это минус, рот штрих, извините, это плотность индуцированных связок соединенных теоретов на нас. Ну и теперь для полного счастья надо написать очень интегральный аналог этой теории. Здесь мы воспользуемся общим принципом, что одинаковые математические соотношения, написанные разными буквами, имеют одинаковые следствия, написанные теми же буквами, с точки зрения. У нас самое было подтверждение одно, что дивергенция электрического боя равнялась 4 миров, и, говорили на этом утверждению, был разговор о том, что поток вверх в крови через любую замкнутую поверхность там на 20, есть 4 пинуса в магнезаретной третьей поверхности. Догадайтесь с трех разом, как будет выглядеть соответствующая интегральная теорема. Формула абсолютно эквивалентна, если только Е заменить на П, а 4 ПРО заменить на минус РО' и поток вектора П через любую замкнутую поверхность там на 2, это есть минус суммальный индукцированный заряд внутри этой поверхности. Это интегральный аналог такой депенесса Витяева. Тлет tweet Т coils какой-то как-то чтобы я это тоже чувак не